Глава четырнадцатая. Лестница в небо. Всем привет, друзья, с вами я, Женёк, и сегодня мы продолжаем проходить Мафию 2. И Витька просыпается. Кто-то писал, что подтормаживает видео, я хер знаю, чем это связано, потому что игра вроде не подтормаживает. А если видео подтормаживает, значит я что-то косячу. Ну, в принципе, я попробую с этим разобраться. Ты готов? Похоже, я готов. Меня разбудил. Если сегодня не срубим денег для Бруно, нам капец. Откуда мы вот так вот возьмём и вынем 55 штук, а? Не знаю, но в кровати они точно не валяются. Эдди подкинул работёнку за хорошие бабки. Правда? Правда. Я заеду через пару минут, так что одевайся, бери пушку и жди меня снаружи. В машине всё расскажу. Надеюсь, не одна из твоих блестящих идей. Эй, я не в духе. Прости, я не хотел на тебя наезжать. Ну ладно, ладно. Так ты в деле? Почему бы и нет? Ты когда доберёшься? Я звоню из оружейной лапки за углом. Буду у тебя через минуту. Хорошо, давай к заднему входу. До встречи. Так, ну что ж, Джо уже подъезжает, нам надо одеваться, нам надо выбрать себе какой-нибудь хороший костюм. Пожалуй, вот этот я и возьму, и мы отправимся на задание. Я помню эту главу, и я её ненавижу. Она очень грустная и меня печалит. Да ёб твою мать, доставай быстрее. Чё-то я кнопки путаю. Давненько я выиграть тебя не играл уже. Нифига себе у нас тачанка. Эдди нам дал её под эту работу. Давай, а? Садись за руль. У меня до сих пор башка гудит. Едем в Гринкл. Что, вчера нажрался, что ли? Я тоже заснуть не мог, но бутылочка скотча и без проблем. Так, ну ладно, всё, давайте поехали. Не будем больше раз усоливать. Машина у нас действительно хорошая. В багажнике, к сожалению, ничего полезного у нас нет. Ну ладно. Погнали. Поехали в Гринфилд. Я, кстати, не знаю, пропускать поездки или нет, просто мы с вами в этой главе реально будем кататься, блядь, час. Мы просто туда доедем, шлёпнем одного и уедем. Расплют. Почему? Эдди сказал, это услуга семьи из другого города. Незаконченные дельца. Но он мне дал конверт с инструкцией. Сказал, всё должно быть сделано чисто и непременно сипом. Какого чёрта эта семья сама этим не займётся? Эдди говорит, они долго его искали и вот только-только нашли. И боятся, что если не поспешить, он опять смоется. Вот его фотография. А что он сделал? Вроде как сдал свою семью федералам. Ну, значит, заслужил. Годи-ка. Это значит, он был под программой защиты свидетелей, да? А если её не сняли? Если и так, нам платят по нескольку штук, так что дело того стоит. А ну как скажешь. Послушай, нам же деньги сейчас по зарез нужны, верно? Так что выполним заказ, потом разделимся и поищем что-то ещё. Ладно. Тут сказано, надо ещё что-то сказать, а потом валить. Вот, смотри. Я понял. И да, если увидишь Эдди, ни слова про вчерашнего. Нас там не было. Последний китайец, которого мы видели, лапшу. Понятно. Да. Ты что, меня за идиота держит? Но тут присяжные ещё совещаются. Главное, не проболтайся, вот и всё. Ну что ж. Я по поводу, опять-таки, пропускать или не пропускать поездки. Мы с вами в этой главе можем кататься, блядь... Ой, не хотел. Можем кататься, в принципе, бесконечно, потому что это реально такая глава, где нужно поездить. В принципе, пропускать поездки мне выгоднее. Мне меньше рендерить это всё, да и говорить мне пока что не о чем. Я, конечно, могу оставить поездку, вы будете на неё смотреть, а я буду молчать. Шикарно? Нет. Удлинять как-то видео сейчас тоже нерезонно, потому что они всё равно нихера не монетизируются, и денег я с Ютуба не получу. Даже если я сделаю видео на час, я не смогу впихнуть в него рекламу через каждые пять минут, потому что видео не монетизируются, как я уже сказал. Ни одно, видимо, из-за того, что в нём есть маты, сцены, насилие. Блядь, сука, убил бы нахуй всех. Вот именно об этом я и говорю. И, в принципе, наверное, я сейчас ещё поговорю чуть-чуть. Как раз-таки мы сейчас уже доедем, недалеко осталось. Я чуть-чуть вам ещё поговорю. И потом дальше буду пропускать поездки, потому что больше там уже раскусоливать нечего. По поводу того, кстати, почему видео выходит медленно, всё в группе. В группе читайте. А сейчас будет самое грустное и то, что я не люблю. Я закрою глаза, и я не буду на это смотреть. Ну и уж пизду. Мистер Анжело? Э-э-э-э, да? Мистер Сальери передаёт вам привет. Сука, я бы расплакался. Я уже плачу. Вебки сегодня нет, но я уже слеза течёт. Сука, ненавижу эту голову, блядь. Томми Анжело, это такой мой любимый персонаж. Хоть и говнюк, правда, но... Так, ладно, всё, некогда больше реветь. Нам надо сваливать от сраных федералов или там... Кого? Погнали, нахер, всюду, в принципе. Так, копы, федералы, сука, блядь, тихо, разъедьтесь. Эти славятся тем, что любят опускать подобные мелочи. Может, он не знал? Сейчас важнее их стряхнуть. Так, надо... Не вляпались, отвези меня в Кингстон, ладно? Блядь, 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 остановись, сука! Так, ну ладно, хотя бы оба живы. Я, я чё-то немножко переусердствовал, походу, с поездкой этой. Как-то она, блядь, не захотела останавливаться, эта сраная машина. Но зато мы с вами увидим мой бывший шикарный особняк. Бля. И, кстати, там рядом копы. И, кстати, я в розыске. И, кстати, блядь, здесь сгоревший мой дом. Как-то всё не очень хорошо, честно говоря. Зайти в него, к сожалению, нельзя. Но это и неудивительно. В гараже взять тоже ничего нельзя. Это тоже неудивительно, потому что всё сгорело, к чёртовой матери. Печально. Привет, народ, я ненадолго. Я ваш бывший сосед, надеюсь, вы меня помните. Хотя лучше не надо. Я побегу по своим делам. Привет, соседи! Бывшие. Да. Надо в магазин одежды бы заехать. Я как бы просто в розыске. И, честно говоря, знаете, я разучился говорить в видео. Чё-то я настолько редко снимаю сейчас видосы. По поводу того, что вся инфа в группе я вам уже сказал. Настолько редко снимаю видосы, что, блядь, забыл, как это делается. Вот так вот оно бывает. Ладно. Машина у меня теперь модная, моднее той. Жо вроде... Блядь, копы, сука. Так, копы, я надеюсь, что вы там слепые абсолютно. Потому что мне нужно доехать до магазина одежды. Иначе я в розыске. Где-то сирена. В игре или на улице, это ещё вопрос. У нас тут тоже частенько бывает. Так. Разрешите, подвиньтесь, разойдитесь. Здравствуйте. Я знаю. А мне надо сейчас вообще пох... Джо, блядь, не пали контору, пожалуйста. Не подходи ко мне. Убиваешь копов ко мне, не подходи. Я... Я всего лишь таксист. Я всего лишь попутчика подвожу. Отстаньте. Это не мой знакомый, я его не знаю. Если он кого-то убил, то я не при делах. Я всего лишь вожу машину, всё. Я никого не убивал. Хотя это правда, я никого не убивал. Анджела, Томми, товарища, убил. Джо. Собственно, от копов отстреливался и от федералов тоже Джо. Среагируете, нет? Смотрите, это Джо. Он убивал людей. Ну ладно. Не будем тогда с вами связываться. Ну хорошо. Если чё, какие-то претензии все к Джо, я ничего не делаю. Я всего лишь везу мужика. Вот, кстати, его машина, похоже. Желаю удачно добыть свою половину денег. Заезжай ко мне, когда закончишь. Ладно. До встречи. Так, ну что ж. У нас с вами следующее задание появляется. И я не знаю. За оружием надо заезжать, не надо. Ладно, разберёмся. Поездку я, наверное, опять-таки, как всегда, буду пропускать. Мне ещё нужно добыть денег до кучи. А добыть денег можно одним хорошим образом. Немножечко, чё-то я... Говорю, вот разучился, блядь, на камеру говорить. То есть не на камеру, а в микрофон. Что-то, бля, беда какая-то. Добыть деньги можно одним шикарным образом. Ограбив чё-нибудь. Почему бы и нет? Здравствуйте, товарищ. Я не буду тебя трогать. Я не люблю трогать мужиков. Я хочу кассу потрогать. Можно? Ладно, хуй с тобой. Блядь, не доставай оружие. Вот если кто-то после этого напишет, что я, ёбаный, мокрушника убиваю людей, то уж идите в жопу. Потому что человек достал автомат. Я пришёл всего лишь его ограбить. Ты кто, блядь, такой-то, чё, вылез? Иди домой, ёпты. Так, копы. Здравствуйте, товарищ полиции. Тут какой-то долбоёб пытается у меня машину угнать. Убейте его, а. Чё за беспредел, блин? Ужас какой-то, а. Вот серьёзно. Ладно, давайте выполнять задания, искать деньги. Если будет что-то интересное, возможно, я сделаю нарезку с ограблениями магазинов. Возможно, нет. Потому что мне будет лень, я не знаю. Если чё, вернёмся к этому уже, когда денег добуду. А возможно, сейчас поеду. Эх, хуй знает. Короче, давайте я, блядь, запутался уже во всём. Давайте я, короче, горячись. Немножечко пропущу, а дальше чё будет, то будет. Давайте посмотрим. Так, ну ладно. Я тут приехал грабануть ещё один магазинчик. Тоже вам продемонстрирую до того, как сделать нарезку. Копы вроде там где-то... Уехали отсюда. Да, я ищу что-то конкретное. Конкретно, блядь, ваши деньги. Всё, до свидания. Правда, 125 баксов. Этого очень-очень мало. Очень-очень. Досядь ты в машину. Э-э-э. Блядь. Не, мужик, ты чего? Так, не надо. Я не хочу тебя бить. Тут копы рядом. Извини, красавчик. Да, я красавчик. Блядь, да ты чего? Копы, вы где, мать вашу? Вы же где-то там были. Во, едут. Тихо. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Копы, помогите. Бьют, избивают, убивают. Хулиганы зрения лишают, сука. Стреляйте ему в голову. В голову, говорю, стреляйте. Хе-хе. Вы, а ну прекратите. Устраивайте разборки в другом месте. Хе-хе-хе. Копы, а это что было-то? Почему это вы ему так культурно сказали, типа, пошел ты отсюда нахер, только не в мою смену? Где прострельная голова? А где мозги? По асфальту я что-то не понял. Почему это в меня сразу стреляют, начинают арестовывать, если я что-то косячу? Пытаются убить. А тут человек, значит, бил мне лицо, извините за выражение. И так спокойно живет. Так нельзя. Ну да ладно. Бог бы с ним, пускай, короче, идет в задницу. А я, пожалуй, поеду дальше что-нибудь грабить и... выполнять задание. Эй. Вито! О, спасибо, что заехал. Я знал, что ты не подведешь. Слушаю. Фрэнк организует совещание с другими боссами. Он забрал почти всех моих ребят в охрану. Так что мне некого зарядить тут на одну работенку. Дарак, они все равно не хотят работать. Что? Почему? Потому что ты уволил того козла. Эй, черт. Вито, другая работа подождет. Сначала поможешь нам с этим. А в чем дело? Ну, этот бездельник неделю не выходил на работу. Типа он болен. Полная лажа. Ну, я его и вышвырнул. А теперь его дружки разозлились и грозят забастовывать. Надо появиться там с парой серьезных парней, чтобы навели шухер. Придурки напугаются и думать забудут, как бастовать. Плачу штуку баксов. Ну, конечно. Кто от таких денег откажется? Ну, ладно. Делов-то. Стой рядом и делай морды, чем питьем. Асти. Увидим. Ну, что ж. Как вы сами можете наблюдать, я приехал к мистеру Пополарду, который... Не буду пока ничего о нем говорить. Хотя, ладно. Хуй ловон, гибан. Вот об этом я и скажу. Кто не знает Мафию 2, тот сам все правильно. Уроды тупорыны. Хрен знает, что о себе думают. У меня с ними не в первый раз проблемы. Блин. Знаешь, сколько их там? Три, четыре, десять. Я-то откуда знаю? Какая разница? Не, я просто... И что будем с ними делать? Все зависит от того, как пройдут трудовые споры. Не надо мне, чтобы вы там пасти разъемали и все поняли, какие вы тупые. Так. И в чем проблема, парни? Возьмите Большого Джона опять на работу. Тут я решаю, кто работает, а кто нет. А я вам говорю, что он уволен. Мы просто просим взять его обратно. У него семья, а ему нужна работа. Я уже все решил. Ну, что я говорил? Полегче, Винни. Мы хотим уладить все миром. Мы день и ночь задницы рвем на жирного придурка. А если с нами что случится, он нас нахрен выкинет. Как Балтийтон, молодой человек. Чтоб я ни слова больше не слышал про этого дармоеда. Это кто тут дармоед? На беднягу ящик упал, когда он работал. На тебя. Ему обе руки переломало. Ну так это его руки, его проблема. А теперь марш за работу, пока у самих руки-ноги целы. Ах ты ублюдок! Вы меня начинаете доставать. Не нужно крайностей. Пожалуйста, убери. Зачем нам это? Я вот так не думаю. И как по мне, сейчас у вас большие неприятности. Так что, если не хотите искать работу, то чтобы через 10 минут все были по местам. Видишь, Вито? Только вопят и ноют. Вито? Ты же сын Скалеты, да? Твой отец часто о тебе говорил. Ты на него здорово похож. Но как ты можешь работать на этого мерзатца после того, что он сделал с твоим отцом? Закрыпайся, быдла. Быстро. Не слушай его, Вито. Пургу гонит. Давай, пошли. Пургу гоню? Вито, этот мерзавец убил твоего отца. Что? Они просто пытаются тебя достать. Дерек. Эй, можно пушку убрать, а? Ты спроси у него, как твой отец уханул в ту ночь. Мы видели, как они ушли со Стивом. А потом Стив вернулся один. Весь мокрый. Ну, убери ствол от меня. Что случилось с моим отцом, Дерек? Ты сдурел, что ли? Ты кому больше веришь? Мне или этим? Уже безработным. Мы с тобой давно знакомы, Вито. Подумай об этом. Ну, ты был мокрый, Стив. Ты нырнул и пытался его спасти. А потому, что он не хотел. Закрой свой рот. Вито, ты дал клятву. Я там был. Верность семье важнее, чем верность родным. Скажи это моей матери. Мне его убить? Нет, не здесь. Мы с ним позже разберемся. Ты меня разочаровал, Вито. Очень разочаровал. Я тебя не просто разочарую, Дерек. Твой отец. Не сейчас. Я достану эту сволочь, пока он не сбежал. Пора проучить жирного мерзавца. Ты нигде тебя взял. Неважно. Ну что ж, давайте жирного мерзавца мы с вами и проучим. Завалим его, суку, сразу же, быстро и бесповоротно. Да, блядь, конечно, народу у него тут. Лишний ствол никогда и никому нигде не помешает. Это сто процентов. Тихо. Где там засел, сука? Почему у Вито так мало здоровья? А почему его так легко убить? Витька, ты же военный. Ты, блядь, должен быть, я не знаю, как минимум терминатором практически. Но нет, Витька не очень-то терминатор все-таки. Так, тихо. Да, блядь, откуда ты там взялся, сука? Опять все заново, блин. Опять все заново. Твою же мать. Чувак, не лезь под пули, сука, дебил. Отпрячься, в конце концов, укрытие для кого люди придумали. Укрытие люди придумали специально для того, что тебя не убили нахер. Во время боевых действий. Поэтому именно пользоваться, если у тебя в конце концов еще... Ну да, говорю, я и бегу напрямую прям под пули, а хуй бы и нет. Ладно, сейчас потихонечку. Давайте, кстати, я это ускорю и под музыку всех поубиваем, а? Сука. Я, конечно, немножечко и ускорил, и под музыку, наверное, всех поубивал. Не знаю. Но вот этого говнюка надо было убить именно так. Именно комментирую его смерть, потому что... Тоже, педрюк тот еще. Без комментариев его смерти все как-то было бы грустно совсем. Вы должны знать, что я его убил. Это все должны знать. Потому что убить его надо было. А иначе никак. Погнали дальше. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-бля! Ой, ты ж мать твою, а! Суки. Опять все заново. Опять все. Ебало завали, пожалуйста. Ладно, все, я надеюсь, с этого раза у меня получится. Что-то первые пару раз не очень-то хорошо все пошло. Вот он, сука, блядь. Своих еще корешей своих шестерок сюда гонит. А, мистер Попаларда, блядь? Зараза, надо поубивать вот этих, которые внизу шатаются, и бежать в ту сторону под навес. Под второй этаж, что есть? Да завали ты, хайлот, скотина, блядь! Нахреначить дел тут решил? Ты сам-то хреначишь дела, ведь как сука. Ага. Кидай, блядь, свои коктейли, кидай. Сейчас я тебе сам туда что-нибудь зашвырну, ты у меня охуеешь. Ага, очень даже знаю, блядь. Грохну всех, мать вашу, буду единственной править в городе. Белай самую большую ошибку в своей жизни. Угу. Сука, я теща туда захуярить что-нибудь. Блядь. Где? А, вон кончается. Я думаю, что тебе пиздец, собака. Что-то нахреначи дел не пытаться? Гори воду, блядь. По-моему, я сам сейчас гай. Ой, блядь, да тихо. Аккуратнее. И сзади еще бегут, да шо ж такое-то. Я всю жизнь старался не повторять. А, сдох, сука. Сдох. Падла. Теперь оказалось, что я иду за ним след в след. Но хорошо, что я наконец узнал правду. Да и смерть Дерека помогла решить еще одну проблему. Ой. Ну что ж. Дерек все-таки в итоге у нас помер. Это даже радует, потому что он... Никогда мне не нравился. Такая скотина. Такое говно, а. Прям вот, блядь, ублюдок полнейший. Вот мразота самая настоящая. Фу, прям. Отвратительный человек. Ненавижу его. Вот. И... Сейчас, в принципе, мы с вами... Ладно, вы сейчас все равно все увидите. Мы сейчас с вами берем его косу. Это его бабки. И... Кажется, я нашел пенсионный фонд Дерека. Да. И нам остается уже, в принципе, денег не так уж много собрать. Сколько там? Чуть-чуть-то. Дальше мы сами справимся. А как же копы? Да, могут быть проблемы. Но все свидетели поглянутся, что это была самооборона. Тебя тут не было. Лично. Тогда удачи. Иисус Мари и Иосиф, да поможет вам много. Так, ну что ж. Значит, сейчас нам надо с вами собрать деньги. До... Того, до необходимой суммы. Для того, чтобы расплатиться, собственно. И эти деньги я, пожалуй, буду... Собирать... Ну, я не знаю, сделаю нарезку, может быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опаньки. Опаньки, жопаньки. Не, погоди, мне интересно, что дальше будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опишите преступника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бля... Сука. Опять придется, блядь, еще 200 баксов обратно нарабатывать каким-то образом. Я, что-то, знаете... Сколько в мафию играл, и я вот такую вот хернищу ни разу не видел. Первый раз такую штуку вижу. Типа, когда ты грабишь магазин, в него приходят копы, и тебя начинают разыскивать, если ты рядом находишься. Блин, это прикольно. Это я что-то такого еще не видал. Мне нравится. Ладно. Ладно, давайте, поехали дальше. Играй без магазина. Ну что ж, я собрал достаточно денег, теперь поедем уже расплачиваться. Ну, блин, вот та фишка, конечно, с копами, это вообще тема, что-то я такого еще не видел. Как-то я в мафию играл, но я обычно не возвращался туда, откуда уже что-то спер. А тут я как-то уже запутался, блин, пока катался, приехал, и тут, смотри, вот такой прикол. И как бы меня, естественно, пытались арестовать. Ну, пришлось, конечно, обратно 200 баксов зарабатывать, но... Что ж поделать-то? А, ладно, погнали к Джо. Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает, и пошел перекусить. Два часа спустя Джо так и не пришел. Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать. Может, Джо встречается с Эдди в Соколе? Можно, кстати, еще раз позвонить в дверь? Почему бы и нет? Джо не было там. Сперва я подумал, что он просто опаздывает, и пошел перекусить. Можно так до бесконечности, в принципе. Ладно, погнали в Сокол, сейчас к Эдди. Может быть, Джо действительно там? Может, Джо встречается с Эдди в Соколе? Так, ну поездки я, пожалуй, все-таки буду пропускать. Хоть якобы без них и смотреть не на что, и бла-бла-бла. Но вот сколько мы с вами уже играем, сколько времени уже прошло. Я не знаю, насколько сейчас выходит, в принципе, видео, да? Я не знаю, как я это смонтирую. Но минут, наверное, сейчас где-то, ну, может быть, на 30-35-40, да? Из них, наверное, минут еще где-то 25-30 я уже вырезал поездок, блин. То есть, уже больше часа, как минимум, мы с вами играем. Так что, ну, то есть, я играю. Еще смски какие-то, блядь, приходят от двух берегов. Пошли вы нахер, я в двери двух берегах больше не заказывал. Говно, блядь, какое-то. Один раз заказал, фу, хуйня. Не путь больше там заказывать. Не, как бы, не в том плане, что невкусно. Просто денег просят много, а товар у них такой себе, честно говоря. То есть, пиццы жесткие, блядь, начинки мало. Какого хера вообще прохождение мафии превращается в обзор доставки еды, я не знаю. Ну, так уж выходит. Вито, ну, наконец-то. Ты слышал, что случилось? А что случилось? Генри мертв. Что? Китайозы его прямо на куски порубили средь бела дня. Почему? Так ты ничего об этом не знаешь. Генри хотел предложить мне какое-то дело, но я отказался. А что случилось? Генри дурак. То есть, был. Решил поторговать наркотой с китайцами. Знал же, что дело запретное, но попался. Карло его простил, только взял небольшой штраф. Но косоглазые подставили Генри и порубили на куски посреди партии. Черт. Нельзя вести дела с желтопузами. Хуже того. Генри работал не один. Вчера какие-то парни перебили толпу косоглазых в китайском квартале. Теперь они грешат на нас или на Винчи. Винчи уже начали угрожать. Если быстро все не разрулить, мы по уши в дерьме. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ничего, Эдди, клянусь. Да? Ну а Джо? Джо? Джо пару дней был со мной. Тогда вам повезло. Карла сейчас нет в городе, но когда он вернется, будет некрасиво. А то. Надеюсь, ты мне не врешь, Витто. Девушки отдыхают. Да, Джо заходил. Здорово. Я весь день его ищу. А он не сказал, куда направляется? Нет, издается мне. Он и сам этого толком не знал. Что такое? Он искал работу, но прежде чем мы успели это обсудить, появились какие-то ребята и уволокли его. Что? Кто? Это были люди Винчи. Сказали, мистер Винчи хочет с ним поговорить. Куда они могли поехать? Нон Лосо. Может, в Монолизу. Это их бар. Черт. Что-то не так? Не знаю. Скажем так, мы сейчас не в лучших отношениях с мистером Винчи. Да, у Джо был нерадостный вид. Ах, как мне это не нравится. Надо выяснить, что происходит. Надеюсь, ничего серьезного. Буана, фортуна, Витто. Ладно, в Монолизу так в Монолизу. Опять-таки, наверное, поездку я пропущу, потому что... Да нахуй она здесь нужна, серьезно. Мы так будем три часа с вами видос, блядь, делать. Стоять, и может, не убью. Привет, парни. Ну и наглец же он. И я тебе рад. Не шевелись. Эй, послушай доброго совета бармена и брось дурить, Вита. Так, во-первых, прошу медленно бросить оружие на пол. И без глупостей, пожалуйста. А то у бармена пальчики подрагивают, а? Я без оружия. Ладно, так зачем ты пришел, Вита? Мы тебя не ждали. Я ищу Джо Барбара. Я слышал, его зацапали твои парни. Возможно. И что ты задумал? Мы с Джо тебе ничего не сделали. Мистер Винчи думает иначе. Он хотел получить объяснение. Их-то Джо сейчас и дает. И раз уж ты заглянул на огонек, почему бы тебе не присоединиться? А если я не захочу? Эти пушки говорят, что хочешь. Но не волнуйся, там отличный вид. Черт. Какого хрена, Джо? Придурки пошли отлить. Клево. А вот скажи, какого черта мы здесь делаем? Этот старый козел Винчи не видит, что у него под носом. И надеется, что я ему покажу. Идиот. О-хо-хо, сладкая парочка уже здесь. Добро пожаловать, Вита. Что происходит? Тебе не с чего с нами так поступать? Ни с чего? Ни с чего? Сначала история с Лео, а потом в городе начинается полный бардак. Китаёзы сходят с ума. Все словно опалаумели. А теперь желтокожие еще и меня пытаются убить. Никакого порядка. Я слишком стар для этого, так что будь добр. Расскажи, что за хрень происходит. Ну, я весь внимание. Мистер Винчи, ну, я без понятия, что происходит. Поверьте, мы с Джо тут ни при чем, правда. Это не то, что я хотел услышать. Ну так это не наша проблема. Потому что мы вообще ничего не знаем. Это плохо. Наконец-то. Времени мало. Надо что-то делать. Хорошо. Попробуем выломать трубу. Давай, помогай. Один я не справлюсь. Ладно. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще. Раз, два, три. Мать твою! Твою же мать! Мать твою за ногу! Так, ну что ж. Возьмите оружие. Сейчас возьму. Надо сейчас будет тихонечко, аккуратненько, по безпаливу здесь все сделать. А это не так-то просто. Так, этого мы без шума сейчас бам-бам и нахуй отсюда. Все. Этого мы без шумненько абсолютно. По стелсу. Как настоящий, как его там, Сэм Фишер. Или как Агент 47, Агент 47 Хромосом. Мы по-тихому все сделаем и всех по-тихому убьем. Куришь, бля? Курение убивает, сука. Именно таким образом. Будешь курить, пизданешься с крыши недостроенного дома. Да, такое тоже бывает. Вот представьте, да, каким образом убивает курение. Это же ужасно. Когда ты куришь, к тебе сзади подходит итальянец и сбрасывает тебя с высоты. Так, это, блядь, стой. А почему? Не понял сейчас. Мать твою! Да я понял, блядь. Мать твою! Во! Не, я не пол, вроде же появлял бесшумное убийство. Я на левую-то тыкнул, как и должно было быть. И почему-то решил набить ему еблед. А его можно скинуть? Как в хитмане каком-нибудь. Нет, походу сбросить его никуда. Да ведь, блядь, ты косой, что ли, какой? Хватай его за что-нибудь уже. Нет, походу избавиться от трупа никаким образом нельзя. Ну да и насрать, в принципе. Таскать его зачем-то можно. Избавиться от него нельзя. Ай, ладно, и хуй с ним. Зачем мне нужен-то? Где эти черти-то? Там какие-то уроды ведь тусуются обычно. Во! Они по скрипту появляются, похоже. Ну ладно, щас. Эта хуйня, кстати, простреливается? Нет, эта херня не простреливается, что печально. Ладно. Значит, будем пытаться убить их так. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 него, но никогда не сдавайся, а то будешь как мудак. Вита, они меня здорово отделали. Кажется, мне нужен врач. Ладно, сейчас доставим тебя Кельгрека. Ну что ж, надо брать машину и... И ехать к Кельгреку уже. Короче... Нет, я вас не убью, не ссы. Что за паникеры? Он нас убьет, он нас убьет. Да я что, дурак, что ли? Мне всего лишь машина нужна. Да, ребят. Спасибо, что пришел на помощь. Не рисковал своей школой. Мы же с тобой в одной лодке, а? Как всегда. А теперь расслабься уже, пока ты мне все штаны кровью не залил. А то, правда, придется перо тебе всунуть. Нашел, мать твою, время комедию ломать. Помочь? Не, справлюсь. Что делать с деньгами? Отвези Бруно. Ладно. Хоть с этим разберемся. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Привет, дурак. Мне надрали задницу. И я каркну кровью. Да что за день такой? Тут еще один из ваших. Кто? Его зовут Антонио Бальзамо. Кто не Бальзам? С ним что? Кто-то его крепко отделал. Боюсь, ходить он больше не сможет. Что? Это тебя удивляет. Вся эта кровь. Смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно везение кончено. Кто следующий? Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да. Но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно. Заходи. Главное уладь все с Бруно, хорошо? И еще Вита. Спасибо. Конечно. Поправляйся. Ну что ж. Кель Грека съездили, Джо отправили лечиться, так скажем. Джо нам отдал деньги. И поехали к этому, как его, к старому еврею. Потому что, такие, деньги-то надо вернуть. Иначе получается совсем неприлично, такие. Погнали, такие. Преследую гонщика. Преследую гонщика. И... 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 Откроете день, деду, дверь-то, пожалуйста, ребята. Я вам денежку принес. Суки, блядь. Чё за хуйня? Походу, квест сломался. Залились. Может, я как-то не так подъехал, а? Может, мне туда прям заехать? Может, что-нибудь заработает, нет? Хотя, вряд ли было как-то продумано, чтобы я сюда заезжал, сюда заехать-то особо некуда. Эй! Евреи, сука! Блядь, дверь откройте! Я вам деньги принес! Покушать, блядь, принес, суки! Вот, козлы, блядь. Если это бак, и мне придется заново перепроходить всю главу, то это пиздец. Неужели? Мне нужен Бруно. Деньги принес? Да. Ну, заходи. Тебе повезло. Мы уходить собирались. Да, вы уже два раза ушли, блядь, козлы. С контрольной точки не прокатило, пришлось заново всю главу перепроходить, блядь. Или хочешь продлить срок? Я тебе ебальник набить хочу. Признаться, я немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито, эээ... Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалету. Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки. Хе-хе. Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно. Ну что ж. Главу мы все-таки прошли. Хоть и не с первого раза. Пришлось полностью всю главу перепроходить, блядь. А в следующей серии, кстати, будет глава пятнадцатая. Все, ребятушки, финальчик будет в следующей серии-то. Почти прошли мы эту главу. Ну ладно, все, давайте заканчивать на этом. Долгая серия-то получилась уже, наверное. А с вами был я, Женек. Подписывайтесь, коммените, ставьте лайки. Все, всем пока.